ребят всем привет но выпуск мяса из тачки решил снова с вами пообщаться и поотвечать на ваши вопросы которые вы мне присылаете соответствующие рубрики в паблике вконтакте мясо по густому ну ссылочка как вы понимаете себя внизу есть в описании вы мне писали много разных вопросов и есть такие вопросы которые я никогда не поднимал например проблема курения в бодибилдинге мы вообще как курение бодибилдинг между собой связаны и вообще могут ли это мог для не существовать вместе сосуществовать ни для кого не секрет что бодибилдеры ну курят я мою куряйки но не все и не через одного но придя на различные банкеты после соревнований можно увидеть как толпы спортсменов и физкультурников всех дисциплин ходят ну идут курить короче говоря ну ладно они там нажираются ну или просто выпивают но и естественно еще и курят что о чем это может говорить о том то что курение в принципе не влияет на результат но действительность же курение действительно влияет и очень сильно все знают то что курить вредно а чем именно вредно ну естественно при вдыхании дыма вы потребляете огромную кучу углекислого газа угарного газа который попадает к вам в кровь тем самым снижая количество кислорода который так он необходим на тренировке от курения снижаются сужаются сосуды что в дальнейшем препятствует развитию популярные сетки и вообще всей кровеносной системы тем самым ухудшая кровоток ухудшая поступление различных питательных и необходимых веществ к мышечной клетке вследствие чего вследствие как этой нехватки мышечные клетки могут попросту-напросто не восстанавливаться или просто умирать в табачном дыме что у нас еще содержится более четырех тысяч различных веществ и несколько сотен ядов среди которых мышья цианид синильная кислота но еще нам всякой дряни тогда куча поэтому вы сами себя отравляете ну кто курит не знаю 1 это одна из самых глупых привычек тем более в спорте я считаю что это несовместимо но кто-то считает что на сушке они таким образом справляются со стрессом ну вот этим ну не знаю я сильно против сигарет честно не понимаю вообще в чем фишка этого я понимаю там содержится в сигаретах там 14 или более 14 наркотических веществ то есть по сути наркоманы ничем не отличающихся от других но в отличие там от например мне ничего не буду говорить короче говоря курить это вредно так что ребят избавляйтесь от никотиновой зависимости кто курит но вообще блин особенно девушки ну блин ну бы это вообще отвратительно потому что ну вашем организме будет расти ребенок тем более легкие это не тот орган который хорошо восстанавливается это не печень который можно восстановить или которую можно там две трети отчпокать и из трети вырастает новая печень немного другое но это уже это мое личное мнение никому кто курит курите ради бога но лично мое мнение я резко против а есть же куча способов избавляться от этой наркотической зависимости но любой не хочу никого не психологической зависимости зависимости никотина что там у нас есть смаз есть пластыри у нас есть заменители то есть но кто любит постоянно в рот чуть закидывать ну сигареты то есть там орешки всякая такая фигня но это тоже может повредить за собой избыток калорий есть еще появились электронные сигареты то есть чуваки которые курят такие сигареты называются парильщиками где сам вот этот парильщик может контролировать уровень никотина поступаемого в кровь и постепенно он его снижает в течение двух месяцев и в течение двух месяцев он реально может избавиться от никотиновой зависимости меня как раз человечек занимается с кем мы давно уже партнер им этими электронными сигаретами и очень хорошо развивается ссылочку прикреплю обязательно внизу что у нас еще был вопрос о том где эта грань между натуральным бодибилами не натуральным в допинге ребят стироиды андрогены инсулин моем понимании это просто такой допинг который реально ваше здоровье немножко подрезает разговор был о точнее вопрос был о прыщах ну имеется ввиду не о таких высыпаниях конкретных там когда проблема с печеной или гормоналка они больших высыпаниях то есть там несколько хоп семей капрыщиков или какие-то небольшие проблемы с кожей типа симптомы псориаза но узнать какие штуки трюки тоже давным-давно этот вопрос был я никак на него не отвечал но есть очень клевая штука есть вот они всегда со мной я такие салфеточки не знаю фокус не фокус viva derm салфеткой для проблемной кожи это всего лишь нафиг салфетки которых не содержится никаких никакой дряни прикладывайте просто на 15 минут в день и в течение там недели реально улучшение кожи наступает тут у кого псориаз блин это реально вы для вас спасение или вообще какие-то такие покраснения на коже ну проблемы реальные блин ребят вам блин поможет сто процентов испытали на са широкере саша доволен у него тоже с этим проблемой и заметное улучшение даже через неделю куда делся лёха ну лёха никуда не делся лёха тренируется всего того что у меня идет подготовка у него идет своя работа и плюс он старается заняться еще одним видом бизнеса мы не можем состыковать время ребята извините пожалуйста но мы назначили время съемок так что скоро будет выпуск ждите все будет окей губин тоже губин немножко пропал потому что он уезжал на в отпуск отдохнул сейчас приехал вот сегодня как раз мы уже снимаем видос посмотрим что от него осталось но загорел отдохнул помогает ли тяжелый физический пояс в уменьшении талии ну в противовес саши федорову который говорит что он реально помогает я скажу так талия или есть или ее нет а когда ваш вес соревновательный выходит за 110 килограмм в реально начнет терять талии потому что мышечная масса будет огромна и необходимы большие внутренние органы чтобы эту массу обеспечивать всем необходим и поддерживать еще функционирование организма поэтому тяжелый физический пояс я не вижу все равно все равно будет расти но это же мышцы блин мышцы внутренние органы не знаю а у меня талии есть или нет вот что лучше верный курс или пк т вечный лучше верный курс и ребят вы всегда включаете голову постоянно сидеть на курсе нельзя нужны передышки нужный отдых нужен отдых чтобы восстановить все свои показатели в норму зависит от того насколько у вас профессиональная задача если ваша задача прогрессировать и уже хороший спортсмен такой добротный и вам необходимо показывать прогресс из года в год то вам придется и сидеть гораздо дольше чем человеку который более занимается этим для себя на любительском уровне который не выступает отсюда выступая отсюда возникает еще один вопрос нужно ли принимать фармакологию тому кто не собирается выступать я считаю а как вы поймете хотите ли вы выступать или нет или можете ли вы выступать или нет если вы не применяете как-то вообще реально я не знаю поэтому тут уже от головы зависит хочешь выступать но естественно нужно будет что-то принимать не хочешь выступать ну это твое дело твой выбор хочется сидеть или нет ну например штатах после 40 лет всем прописываются легкие андрогены быстрого действия для того чтобы жизнь мужчины была яркой и качественной но и по строка поэтому все зависит от того как вы к этому относитесь не более можно ли стать действительно профессиональным классным тренером не имея строительного опыта я думаю что все таки наверное нет ну хотя бывают и исключения из правил в любом правил правиле есть исключение но все равно нужен национальный опыт чтобы вы понимали хотя бы сами через что проходит атлет которого вы готовите ну что если вы не знаете ну а как дальше можно ли применять все алмазный тренинг для натурала ребят можно но скажу вам так что не более одного отказного подхода и три раза в неделю тренировки и вы можете спокойно фигачить этот алмазовский сплит чуть не просто у нас займет больше времени можно ли занять какую-то нишу в Санкт-Петербурге вклиниться во что-то ребят всегда это можно сделать вам необходим просто человек который специалист по вне конкурентному внедрению и все если вам нужен такой человек я вам могу дать ссылку вконтакте это и как раз специалист по тому чтобы вывести ваш бизнес на вне конкурентном уровне взят на если кому-то нужно пишите мне в вконтакте я вам скинул ссылку на эту человечка пообщайтесь чему-то придете что еще какие новости как-то уже по моему показывали была ссылочка такая в паблике на миску вот это мясо она теперь с наклеечкой одобрено мясо по госту ну кто любит такие штучки мясные вместо того чтобы там закидывать какой-то снайк или какой-то батончик непонятном происхождении вы можете просто подпитываться миском потому что что-то у нас на 100 грамм 56 грамм белка офигенно и вы едите реальное мясо а не какую-то фигню вот и потихонечку я заключаю уже договора на вот такую штучку одобрено такую наклеечку то что если вы видите товар с этой наклеечкой знаете я его одобрил и я его сам ем потому что такой наклеечки никогда не будут на продукте которую я не ем и сам не пользуюсь попробуйте ссылочка есть в паблике вконтакте и сюда тоже в описании пришлю заказываете получаете скидочку 6 видов мяса офигительного он я уже алмаз их подсадил так что обязательно попробуйте ну и как всегда вам ребят будьте добры умнее веселее и здоровее еще на гости я приехал как раз к алмазу меня сегодня тренировка ног увидимся что же нам для счастья то надо ответ простой больше сухого мяса и куда это ведет я знаю своих детей буду примерным папой